Доброе утро! А также узнайте, зачем индонезийцы переодевают своих умерших близких раз в несколько лет. А еще, как выращивают ингредиенты для самых известных духов в мире. А также еще о многом другом. Начинаем! Да. Настя, а ты помнишь, как мы ездили с тобой в Париж? О да, это было незабываемо. Да, как мы ходили в музей Родена. А, да! Что да? Что? Мы пришли к закрытию, нас уже не пустили смотреть экспозицию, а разрешили только пить шампанское в парке. Да? Но шампанское-то было вкусное? Это да. А какой парк вообще в музее шикарный? Ну и знаешь, Анечка, вот как будто специально для тебя у Родена сегодня день рождения. 12 ноября 1893-го в американской газете «Сан-Франциско Morning Call» появился приключенческий рассказ «Тайфун у берегов Японии». Это было дебютное произведение 17-летнего Джека Лондона, которое он написал за одну ночь. Рассказ получил восторженные отзывы критиков, благодаря которым Джек Лондон поверил, что может быть успешным писателем. В этот день в 1910 году был выполнен первый в истории кинотрюк. Тогда каскадер прыгнул в реку Гудзон из горящего воздушного шара и поплыл. Цел и невредим. Фамилия Смельчака неизвестна. Зато хорошо известно, что слово «каскадер» означает имитацию падения акробатом. Автор одного из самых зрелищных трюков в истории кино – гонконгский актер Джеки Чан. В фильме «Кто я» он исполнил скоростной спуск с крыши небоскреба по почти отвесной стене. 12 ноября 1967 года стартовал первый Всемирный конгресс украинцев. Съезд был в Нью-Йорке и длился 10 дней. На конгрессе присутствовали более тысячи делегатов из 17 стран мира. А уже сегодня он объединяет украинцев в 57 странах. Главная цель организации – оказание помощи украинцам в борьбе за свободу и независимость. Сегодня день рождения актрисы Энн Хэтуэй. Уже в 10 лет голливудская красавица дебютировала на театральной сцене. Но подлинный успех пришел к ней в 23. С выходом на экраны фильма «Дьявол носит Прада». В картине Энн Хэтуэй предстала в роли наивной помощницы редактора модного глянца. Актриса с равным успехом играет как комедийные, так и драматические роли. Плодотворный труд в кино принес Хэтуэй, Оскар, Эмми и Золотой Глобус. Кроме того, она удостоена звезды на Аллее Славы в Голливуде. 12 ноября – Всемирный день против пневмонии. Как отмечает ВОЗ, это заболевание занимает четвертое место в списке главных причин смертности в мире. Каждый день от воспаления легких умирают примерно 2200 детей в возрасте до 5 лет. Эта дата напоминает обществу о важности своевременного оказания медицинской помощи, а также о том, что забота о здоровье – одна из самых важных жизненных задач каждого человека. А каким будет 12 ноября 2021 года – зависит от каждого из нас.